Hello dear friends, what's up? Готовы владеть новыми знаниями по-английскому? Сегодня мы вместе разберем интереснейший выпуск популярной программы TED Talks. Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English. Let's get started! На случай, если вы впервые слышите об этой платформе, в двух словах расскажу вам, что такое TED. Сама аббревиатура расшифровывается как То есть технологии, развлечения и дизайн. Представляет собой фонд, известный ежегодными видеоконференциями на самые различные темы. Пожалуй, каждый из нас мечтает накопить на собственную квартиру, крутую машину из рекламы, новый айфон или модную одежду. Однако мы часто срываемся и распоряжаемся заветной частью бюджета совсем не так, как планировали. Не расстраивайтесь, ведь сегодня мы разберем небольшую лекцию в Инде Долароса про то, как копить деньги эффективно и, наконец, побаловать себя долгожданной покупкой. Сначала заплати себе. Это финансовый принцип, впервые популяризованный американским писателем Наполеоном Хиллом в его книге «Думай и богатей». Согласно этому принципу, в первую очередь личные доходы следует откладывать на будущее, то есть платить самому себе. Слышали о таком? Или узнали об этом принципе впервые? Делитесь в комментариях. Акцентируем внимание на данном выражении, употребив его в предложении. Но это изречение не располагает многими полезными деталями. Запоминаем фразу Что можно перевести как «не хватать чего-то», «отсутствовать», «не располагать чем-то». Приведем пример Вашем эссе не хватает примеров из реальной жизни Выражение является крайне распространенным и означает прежде всего, в первую очередь, например В первую очередь поставьте лайк на это видео и подпишитесь на наш канал Обращаем внимание на выражение Что в переводе означает «обернуться», «оказываться». Давайте рассмотрим на примере Это оказалось лучшим путешествием в моей жизни Оборот используется с целью дать объяснение новой ситуации Допустим Теперь, когда вы знаете эти фразы, попробуйте использовать их в своей речи Настоящая уловка состоит в том, чтобы найти провайдера В данном контексте приложение Которое позволит вам настроить автоматический план сбережений И больше не думать о нем Принцип «установи, забудь» обещает помочь вам сэкономить больше Запоминаем фразу Она переводится как «подать за искушению», «соблазну» Я на диете перестанет скушать меня шоколадом А также «take the time» означает «найти», «потратить», «выделить время» Я хочу, чтобы вы выделили время прямо сейчас, чтобы найти провайдера То есть в данном контексте приложение Если вы будете учиться усиленно, вы добьетесь успеха И это легче, чем может показаться Вот и все Мы развенчали старую пословицу о том, что сначала нужно платить самому себе Фраза «there you have it» часто употребляется в завершении фактов и аргументов, доказывающих вашу точку зрения Приводится она как «вот и все», «вот вам» Например Вот и все, ребята А вы согласны с идеями Венди Долороса? Поделитесь в комментариях вашими стратегиями сбережений И попробуйте использовать фразы и слова сегодняшнего разбора С вами была Юля И это канал «Пазл Энглиш» Увидимся в следующем видео